Больше 35 килограммов плова из 5 килограммов индийского риса, такого же количества мяса и 10 килограммов моркови, которую специально везли из Москвы. А еще халва, пахлава, самбуса и пшеничные лепешки. Всех угощений с праздничных столов и не перечислишь, ведь угощать гостей – давняя традиция праздника Навруз. В Таджикистане, когда отмечают праздник Навруз, особенно это в горных кишлаках, там еще традиции живы, автомобильную дорогу специально вот такими валунами закрывают, чтобы машины не проезжали. Просят, вы сначала выйдите из-за руля, идите покушайте плов, отведайте наши самбусы, наших фруктов, а потом садитесь и езжайте, куда вам надо. Навруз для таджиков и новый день, и новый год, обновление природы, приход весны и обновление человека. В общем, один из важнейших праздников, так что поздравить пришли представители всех диаспор. Природа оживает, и мы должны жить по-другому. И все начинается сначала, можно сказать. Все, что было, все забывается, и все новое возрождается. Так что я, как персиязычный, я никак не могу на форсине поздравить моих дорогих братьев. Тодзикора Азиз. Не обошлось, конечно же, и без национальных танцев и песен. Навруз таджики. Навруз таджики отметили по всем правилам, но главное, что такие праздники напоминают о традициях молодежи и не дают забывать свои корни. Дина Горбачева, Владимир Савилов, Первый Ростовский.